Всем привет! С вами Евгений Сулейманов и сегодня мы рассмотрим решение сдачи лид-код номер 14 наибольший общий префикс. По условиям данной задачи нам дается массив строк и мы должны найти наибольший общий префикс среди всех этих слов. Если общего такого префикса нет, то мы возвращаем пустую строку. Например, если мы получили на вход массив flower flow flight, то на выходе мы должны получить строку с f и l, потому что именно это является наибольшим общим префиксом. И во втором примере мы видим, что если мы получили, например, dog, race car и car, то мы возвращаем пустую строку, так как общего префикса просто нет. Как мы можем решить данную задачу? Я предлагаю следующий вариант. То есть вот у нас есть три слова flower, flow и flight. Я могу предположить, изначально, сделаю такое предположение, что наибольшим префиксом является первое слово. Есть. Далее, я говорю, что мой результат это вот этот flower. И потом я начинаю проверять, является ли flower частью слова flow. То есть следующего слова. Я говорю, что допустим, является ли flower flow. Говорит, нет. Хорошо. А скажи, пожалуйста, flow-э является частью? Он говорит, нет. Я уменьшаю, получая flow. Мне говорят, да, flow является как бы общим префиксом для этих двух слов. Получил. Отлично. Идем дальше. Я имею сейчас flow. И теперь у слова flight спрашиваю. Я являюсь частью тебя. Он говорит, нет. Я говорю, а так? Он говорит, еще нет. А так? Он говорит, да. И таким образом я прохожу по всем словам в моем массиве. И когда такой перебор будет закончен, мы получим вот такой ответ. Хорошо. Давайте теперь попробуем выразить все это в коде. То есть я говорю, что у меня есть какой-то string result, который равен strs 0. То есть самый первый элемент данного массива. После этого я иду циклом. То есть for int и равно 0. И пока меньше strs.length. И далее и плюс плюс. Теперь я говорю, что while strs и есть такой метод у нас в классе string indexOf. result не равен 0, то вот до этих пор я делаю следующее. Я говорю, что result равен result.substring 0 до result.length минус 1. То есть я уменьшаю это значение этого резалта на один символ с конца, пока не получил желаемое значение. То есть если в какой-то момент времени у меня result станет пустой строкой, то есть ничего не нашел из empty, то тогда я возвращаю пустую строку. И в конце моего метода я делаю returnResult. Вот. Есть. И также для того, чтобы не словить никаких null поминтер эксепшенов и так далее, я могу здесь добавить проверку. То есть если, например, strs равен null или strs.length равен 0, то в этом случае я могу смело возвращать пустую строку. Давайте пройдемся по нашему коду и попробуем найти какие-то ошибки. То есть здесь strs корректно. Переменная length есть. Возврат супер. Тут пока без ошибок. Далее ошибка в написании класса string. StringResult.strs 0. Далее здесь ошибка в цикле была. Убрали. Идем циклом. Пока не закончится. Далее strs. Индекс of Result не равно нулю есть. Далее. Если мы не являемся полностью совпадения, у нас нет совпадения, то в этом случае я уменьшаю нас на один символ справа. Далее идет проверка, что мы, если, допустим, пустые, возвращаем пустую строку. И если все хорошо, то я возвращаю наш Result. Единственный момент, что вот это надо вынести, получается, за пределы цикла. Чуть не врезал штангу. Так, тут есть. Тут убираем пробелы. В принципе, все. Можно попробовать запустить данный код, отдать его компилятору, проверить, что здесь все хорошо. Смотрим, что нам выдаст компилятор. Видим, что для вот этих тестовых случаев у нас все отработало хорошо. Попытаемся засобмитить наше решение, чтобы проверить, что на всех тестовых данных у нас все классно. Итак, мы получили успешный результат, то есть довольно-таки быстрое решение. Давайте подумаем, что у нас идет по сложности. Если я не ошибаюсь, то здесь у нас сложность является M умножить на M. То есть, в принципе, как это выражается? То есть, смотрите, у нас есть, во-первых, как сказать, N количество элементов, но мы также для каждого из элементов в массе мы можем делать какое-то M число вот этих сравнений, то есть вот вложенные циклы. То есть, M квадрат будет сказать некорректно, и есть такое обозначение, как M умножить на N. Все. На этом мы заканчиваем разбор данной задачи. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч. Продолжение следует...